Сегодня мы вновь говорим о беженцах из многострадального Артёмовска. Сейчас за город идут ожесточенные бои. Отступая, солдаты ВСУ взрывают жилые дома, стреляют мирным жителям спины. Всё это происходило на глазах тех, кто сейчас наконец-то обрёл мирный кров в Твери. Полгода эти люди жили в подвалах без еды, воды и связи. Вспоминать о таком существовании больно и страшно, но те, кто не пережил этого ада, должны о нём знать, уверены жители Артёмовска. Если мы откроем дверь, выйти, хотя бы набрать угля и вынести за лоб, начинается обстрел снайпера. Мы его посеяли здесь же. Украинские. Подразделение «Вагнер» мы только увидели 3 апреля, когда они нас спасли. Мы подложили что-то или поставили тазик здесь же, пересеяли, выкинули за порог, закрыли бегом двери и засыпаем в золу и топим. Мы сидели всё время, семь человек, как эти цыплята вокруг печки. Мы не могли ни накрывать, лечь, потому что у нас уже и стенки, и крыши. У нас вот такие дуры во дворе, деревья повыворачиванные. Мародёрства были. Даже в самом начале у нас, у соседей, там двухэтажный дом, они ж в обычные дома не заезжали сначала. Им надо покрасивее, двухэтажные. Заехали, посидели там недельку. Потом, получается, выехали. Мы заходим, там ни телевизоров нет, ничего. Постреляны все стены, эти кондиционеры вырваны просто со стен. Ну, такое, вот им что-то не понравилось, уехали. Потом мародёрства были. Вот я в магазине, где работаю, мой магазин в девятиэтажке. Там вырван был прилётом один подъезд, они заходили туда. Вот буквально даже, ну, я не знаю, январь-февраль. Заходили, люди же выходят с подвалов, говорят, что вы делаете? Они матрасы выносят, одеяло, подушки, вот это всё. Сначала, говорят, утепляемся. Потом буквально проходит, ну, на следующий день смотрим, ноутбуки, фотоаппараты. Ну, так они утепляются. Лодки, там что-то такое. Много, очень много. Вот так просто вот иду на работу, смотрю, там подъехали машина. И выносят что-то с магазинов, которых уже там вырвало двери. Ну, это замечалось постоянно. Когда нас выводили, очень было страшно. Наша пятиэтажка под Вагнером, соседняя под украинскими войсками. И чтобы нам выйти из дома, нам надо было пробежать эти 10 метров через наш двор пятиэтажки. И когда мы первые пробежали, за нами бежал мой муж со своей мамой, 84 года. И она спотыкается и падает. И соседние пятиэтажки нас обстреливают, украинские войска. Они видят, что бегут мирные. Нас обстреливают. И ребята, три Вагнера, встали и нас спинами стояли и в ответку обстреливали. Они тупо, они нас просто спасали. Он кое-как, вот Надя помогала, подняли маму быстро до подъезда. Ну, чтобы вы понимали, вот мы выходили, пробежали эти 10 метров, забежали в подъезд, в разрушенную квартиру. Потом через окно спальни, через разбитую стену. Мы не через двери, мы через вот эти черерники вылазили сквозь заборы вот этих веток, всего остального. Мой дом вообще спалили. Получается, сзади нас, где мы жили, обувная фабрика, впереди, получается, мой дом. Вот они с обувной фабрики, я прям сама видела. То есть это без всяких там слухов, еще чего-то. Это украинские военные сожгли мой дом полностью дотла. Зажигательная ракета, я во дворе была у мамы, и я видела, как они стреляли. Муж Александра Вячеслав вспоминает, до начала штурма в город часто привозили западных и украинских журналистов. Был случай, когда приезжали западные репортеры, ну, западные Украины, то есть, вот, и были, ну, и вели себя очень нагло. То есть, со стороны, ну, как к нам, как к мирному населению, то есть, мы ничего никому не делаем. Вот, ходил, тыкал, ну, ходили, прям чуть ли не в спину тыкали, микрофонами, камерами, то есть, как бы, ну, ходили, просто мешали. Зачем? Ну, потому что они говорят, типа, выжданы. У каждого из этих людей своя страшная история. Теперь у них есть пусть и временный, но дом, еда, уют. Кому необходимо, помогают с трудоустройством и оформлением документов. Но мечта вернуться в свой, освобожденный от националистов Артемовск, осталась.